Приветствую вас, Людмила. Давайте разберем ваш вопрос. Пожалуй, начать нужно с того, что у вас здесь присутствует, на мой взгляд, явная противоречия. Противоречия, в первую очередь, главное в тем, что вы вроде как хотите перестать навязывать, и вроде как вы стали бегать за молодым человеком, получается, вы стали бегать за ним, вы стали пытаться увидеть, когда же он вам написал сообщение, но при этом вы не можете перестать это делать. И вот это противоречие, на мой взгляд, оно, наверное, одно из самых главных, потому что определить, чего же вы, собственно говоря, хотите, и хотите ли вы, условно говоря, на самом деле отношения с молодым человеком прерывать, потому что есть ощущение, что вы боитесь, что он вас бросит, есть ощущение, что вы боитесь, что молодому человеку вы станете ненужной, есть ощущение, что как-то вы себя немножко, может быть и немножечко недооцениваете, есть такое ощущение, к сожалению. И вот. На это в первый раз, в первую очередь, точнее, вам и нужно обратить свое самое пристальное внимание. Потому что если вы, в действительности, в действительности, не хотите расставаться с молодым человеком в глубине души, если вы не хотите с ним расставаться, если вы в глубине души считаете, что отношение к вам, который он продвигает, вы заслуживаете, если вы так считаете, то я боюсь, что именно это является проблемой. Как бы стоит обратить ваше внимание, да, что вы имеете, если я правильно понял, совместного ребенка с молодым человеком, при том, что вместе вы не живете и, соответственно, не женат. Вот. Вот если вы не замуж. И у меня, собственно, возникает вопрос, да, почему, почему у вас такая вот позиция, что я могу, условно говоря, быть там, человеком родить от него ребенка, да, а он может там даже не оценивать, не ценить то, что я для него делаю, например. Например, это просто как один из вариантов такой ситуации здесь. Это такой аспект. Другой аспект в том, что вы подаетесь на те слова, да, вы подаетесь на те слова, вы подаетесь на те моменты, которые ваш мужчина вам, условно говоря, транслирует. То есть вы соглашаетесь с тем, что, например, вы не можете пойти, там, допустим, с своими подругами, с своими подругами, да, вот. Это соглашается тем, что, условно говоря, они, там, вероятно, девушка легко в поведении. Хотя на самом деле это может быть не так. Вот. То есть почему-то мнение молодого человека для вас более важно, чем, ну, чем для вас, чем ваше. Понимаете? В том, чем ваше. В том момент. Мнение молодого человека, мнение молодого человека более важно, чем ваше собственное. И вот на этом, мне кажется, нужно обратить внимание. Там почему то, что, ну, то, что мужчина, например, вам пытается внушить, вы принимаете за чистую монету. С чем это связано? Что вы это принимаете за чистую монету? Вот это один из важных моментов, на которые вам нужно обратить внимание. Следующее, на что хотел, что хотел бы сказать, это, пожалуй, ну, такой момент, что не очень очевидно. Здесь, что приводит вас, условно говоря, к такой вот позиции, да, что самое интересное для меня, самое, ну, как бы, самое, может быть, неважное, да, но самое такое для меня актуальное, это молодой человек. То есть вот почему то получается так, что молодой человек для вас важнее всего. И я бы хотел понять, с чем это связано. С чем связано то, что молодой человек для вас важнее, чем все остальное. Так, по крайней мере, получается. Вот. Я не говорю, что на 100% правильно здесь, но выглядит все примерно таким образом. То есть вы в какой-то степени сознательно себя обесцениваете в какой-то степени. И как бы говорить, что я существую, ну, вот своему мужчине вы говорите, что я существую только либо когда ты рядом, либо пока ты рядом. То есть по-другому я, ну, вот не существую. По-другому у меня как-то вот не получается существовать, да. И когда мужчина, условно говоря, не ценит, когда мужчина отказывается принимать вот такую вашу позицию, то вы обижаетесь. То есть, ну, по факту я бы сказал, что это такая вот манипуляция. Вот. То есть, вы пытаетесь таким образом манипулировать мужчина. То есть я ради тебя жертвую, там, ну, допустим, какими-то вещами, да. Например, я ради тебя, там, чего-то лишаясь, ради тебя я чего-то себе, чего-то себе не додаю. Вот. Вот. И ты должен меня оценить. Ну, за это. За то, что я, ну, вот, не получаю. За то, что я себя лишаю. Каких-то вещей. Понимаете? Да. И в этом, ну, как мне кажется, есть некоторая проблема. Потому что вы становитесь, ну, вот, благодаря, можно сказать, такому поведению. К сожалению. К сожалению. Именно к сожалению. Вот. Собственно. Почему такое становится возможным. Ну, на мой взгляд, потому что вы себя обосцениваете. То есть вот. Ну, просто. Вот просто вы себя обосцениваете. Просто вы как-то вот к себе относитесь, как будто, ну, единственное, чего вы достойны, это просто ждать, собственно. Пока человек, ну, действительно, фирволит. Обратит на свое внимание. И, понимаете, вот, момент здесь в том, как мне кажется, что нисколько мужчина, может быть, так себя ведет, хотя и его заслуга тоже есть, безусловно. Но и заслуга ваша есть в том, что вы позволяете человеку так вами обращать. Вот. Вы позволяете мужчине, так вам сказать. И вы позволяете ему думать, что вот неприятно. Как бы вы позволяете ему думать, что он, ну, как-то вот, знаете, ну, более, может быть, более стремен, чем вы более важен, чем вы больше ему позволительно, чем вы больше ему позволительно. Чем, чем вам, чем вам, вот, прям, понимаете. Об этом, на мой взгляд, мужчина мог бы узнать только от вас. Нет, кого больше. Только вы могли бы ему об этом сказать. Потому что без него, ну, он вам нужен, короче, говорит. Обрат, конечно. Выключает. Ну, да. Всем именно выгнам нуждается. Что он конкретно выгнам нуждается. Ну, что он конкретно выгнам нуждается. Дальше. Значит. Так. Мы не живем вместе. Маленький ребенок имеет 4 года. Ну, это орвец. Орвец. А почему? Почему? Вы, да, не живете вместе и не женаты. Значит, мы проводили вместе много времени, но сейчас оно сократилось до 2 раза в неделю. Смотрите. А время, Людмила, время просто так не сокращается. Ну, то есть, поймите, пожалуйста, что у всего есть причина. Да, и вот у вас, ну, тоже причина есть какая-то, в чем-то. Ну, ее просто надо бы поискать. Эту причину. Посмотрите. Что это за причина вообще? Понимаете? Вот. Просто понять вообще. Если раньше было общение в шест, то общения нет. Вот. Вот. То, что изменилось. Что произошло. Что случилось. Да? Ну, я уверен, и вы уверены тоже, что что-то изменилось. Вот, изменилось там, условно говоря, между вами в какой-то момент. Ну, это нужно, это нужно поискледовать. Ну, все. На ровном месте. На ровном месте. На ровном месте. Это бы скорее всего не произошло. На ровном месте. Ну, это и не происходит на ровном месте. В какой-то момент. Понимаешь, что да. В какой-то момент. В какой-то момент. Далее. Следующий. Следующий аспект. Так, с теми двумя общего. Когда я начинаю говорить о том, что мне хотелось бы больше, а чего именно вам хотелось бы больше. Вот конкретно о чем идет речь. То есть вот что конкретно вам нужно вообще, чем конкретно вынуждает, что вам хотелось бы больше. Поймите правильно. Не говорю, что то, чего вы хотите, это однозначно плохо. Но я хочу понять, чем именно вынуждаетесь. Чего именно вы хотите. Чего именно вам условно говоря не хватает и чем именно вы условно говоря нуждаетесь. Это важно. Это очень важно. То есть это определяет вашу модель поведения. Дальше. Когда я предлагаю встретиться, но у него дела. К примеру была ситуация, мы забрали в больнице, когда он нас выписал, я предложил его вечером встретиться и побыть вместе. Он договорился по этим другом. Когда я начала на этот фоль обижаться и скандалить, меня чуть ли не матом послали при этом с обвинениями, что я его ущемляю и друзей он редко видит. Таких ситуаций очень много. То есть, Людмила, правильно ли я здесь, условно говоря, вас понимаю, правильно ли, правильно ли, что вы пытаетесь спасать? Вымылить внимание, что вымылить внимание. Именно вымылить, вымылить, вы пытаетесь вымылить. Вот. И когда не получается это сделать, когда, ну, вы не можете, то, когда вы не можете это сделать, когда вы не можете получить то, что вы хотите получить, то вы не желаете обязательно. Я не знаю, не знаю, сразу или нет, да, насколько, насколько это, сразу или нет. Ну, вот. Выглядит. Именно выглядит. Эта ситуация, к сожалению, именно, именно так. Таким образом. Ага. Я не говорю, что это, однозначно, плохо. Вот. Я просто хотел бы, чтобы вы вот, эээ, ну, как-то вот для тебя немножечко этот момент, эээ, постарались уяснить. Вот. Чтобы вы, как-то, ну, постарались увидеть, эээ, проблематику некоторую, скажем так. Ох. Дальше. Ага. Эээ. Я всегда превыше всего. Я должен обратиться всего, если он хочет прийти. Постоянный скандал, что я иногда пойду с подругами, так как, по его мнению, они девушки легкого поведения. Ну, эээ, не первый раз уже вы говорите про скандалы, поэтому давайте немножко разберём этот момент. Ну, момент, связанный со скандалом, да? Давайте, давайте разберём его. Ну, в смысле, вот именно момент, эээ, связанный с тем, что у вас, ну, что вы скандалите. Значит, эээ, первое, на что, эээ, хочу обратить ваше внимание. Первое. Вот то, что скандал, в скандалах, эээ, скандалах, эээ, как правило, участвует двое людей. То есть, если бы, условно говоря, вы не принимали бы участие в скандалах, если бы вы не скандалили бы сами, то, скорее всего, скандала бы не было. А, так, с силу того, что вы, эээ, вероятно, скорее всего, принимаете скандал, учаёте, то, конечно же, есть, эээ, проблемы. Ну, потому что, потому что, потому что, эээ, скандал, эээ, это, ээээ, психологическая игра, игра. То есть, канал, это то, в чем участвуют оба человека, оба человека, не один человек, понимаете? Ну, условно говоря, вам, вот именно вам, желательно, желательно найти причину, найти основание для того, эээ, чтобы так сказать, почему именно вы так-то поведете. Ну, мужчина, а вы. В какой-то степени это связано и с вами, в том числе. Ну, не просто понятно, какой. Да? Ну, то, что, как бы, речь идёт, условно говоря, о, допустим, таких элементах, как страх близости, таких, 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 таких элементах, как, эээ, ну, невыражение своих эмоций, да, своих чувств, вот, своих переживаний, эээ, и так далее. Если мы говорим об этом, то да, это, вне всякого, всякого сомнения. Так. Следующий момент. Такое ощущение, что вы, как будто вы принимаете то, что вам говорит мужчина, опять же. Ну, по поводу, эээ, ну, подруг, хотя бы. То есть, эээ, вы, как будто бы согласны, как будто, как будто бы, эээ, воспринимаете его, эээ, слова, за чистую монету. То есть, что, ты прав? Вот. Ага. Что, ты, может быть, прав на счёт моих, там, друзей, подруг и так далее. Почему-то. Почему непонятно. Ну, ты прав. Ваша задача. Определить. Эээ, с чем вы согласны, с чем вы сомневаетесь, в контексте, эээ, того, что декларирует вам ваш партнер. Понятно? Какая штука. Необходимо вам это определить и необходимо вам с этим разобраться. Это необходимо поисследовать, чтобы хотя бы с вашей стороны не было конфликта, чтобы хотя бы с вашей стороны не было скандалов. Не будет скандалов с вашей стороны и не будет скандалов вообще. Это акцион. Но для этого необходимо понять, что движет непосредственно вами в том, что эти скандалы происходят. И помимо, да, всего прочего, есть момент, что вы как будто бы, ну, вы как будто бы соглашаетесь с человеком. Ну, то есть, вот, вот, в плане того, да, что он прав, как будто бы, то есть, вот, мужчина, да, как будто бы прав. Ну, мы говорим про то, что, ну, про то, что происходит с вами. Так, как будто бы, это вот такой, на мой взгляд, достаточно важный момент. Дальше. Эм, так, для меня это отдельная проблема. Я устал, так, эээ, поэтому я уже сижу дома с ребенком и жду его сообщений в соцсетях. Почему вы это делаете? То есть, что у вас помимо ребенка и него еще есть в жизни, и помимо подруг. Для меня это серьезная проблема. Я устал бегать каждый 5 минут, вряд ли написал ли он мне. Я устал, но не могу предстать. Ну, здесь нужно, эм, по-хорошему, по-хорошему, эм, осмотреть в эм, деталях. Вот ситуация. То есть, от чего именно вы устали, например, ну, конкретно. От чего вы устали, это первое. Что вы не можете предстать. Это второе. Хотите ли вы предстать. Это третье. Да? И вот все вот эти моменты, все моменты, они, ну, конечно же, они накладываются. Безусловно. Вот. И с ними нужно разбираться. Потому что, ну, они, понятное дело, сами, там, эм, э, себя, ну, не решат. Да? Понятное дело. То есть, вот, хотите ли вы, эм, ну, условно говоря, на это обращать свое внимание. Опять-таки. Понимаете? Да? О чем идет речь сейчас. Так, все. А, возможно, как-то не липнуть на скандалы, если мне не могут отдать время, как-то ждать сообщение. Ну, можно на скандалы не липнуть, можно перестать ждать сообщение. Но для этого необходимо сделать анализ ваших, собственно, отношений. Да? Ну, потому что на них все завязано в данном случае конкретно. Вот. И, собственно, приводит вас именно это. То, что вот те трудности, которые у вас могут быть, если вы не будете навязываться. Ну, например, 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 это страхи. Вот это какие-то представления о себе достаточно спорные, достаточно такие сомнительные, да? Это вот именно представление о себе. И если вот это все будет раскрыто, то можно будет тогда подумать, как вам перестать липнуть. Потому что сейчас вот у меня сложилось такое впечатление, что вы не очень хотите этого делать. То есть, ну, может быть, может быть, может быть, вы понимаете, что нужно. Может быть, вы понимаете. Может. Ну, это интеллект. А хочется вам, наверное, другого, скорее всего. Хочется вам тому, чтобы человек... выделяю вам внимание, хочется, чтобы человек... обращаю вам внимание, хочется, чтобы человек... соответствовал вашим ожиданиям. А он этого не делает. к сожалению. И вы, как мне кажется, хотите его научить. Вот. Вы хотите его заставить. Надеетесь, что таким образом он будет ближе к вам. Нет, я могу ошибаться, могу быть неправдным. Я... У меня процентов у меня есть. Вот. Но... Как-то... Так не видится. Так не... Так не видится эта ситуация. Вот. Вот. На этом всё, в принципе. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет ваша разрешена самым наилучшим образом, и вы продолжите над собой работу, и сможете максимально гармонизировать свои отношения и для ребенка тоже.